Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, я работаю визажистом уже 25 лет, 20 лет преподаю, и здесь на своем канале я рассказываю и обучаю женщин искусству красоты. И сегодня ролик посвящен красоте носа. Я знаю, что очень многие хотят его откорректировать, и действительно очень много есть видео на ютубе, как корректировать нос, но есть некоторые нюансы, как раз и этими нюансами я хотела бы с вами поделиться. Дело в том, что эта техника, она пришла, конечно же, из фото и видео, и для того, чтобы откорректировать овал лица, форму носа, форму глаз, есть такая техника, которая называется светотеневая коррекция или моделирование лица. Но, к сожалению, в жизни эта техника, она достаточно заметна, поэтому, чтобы сделать очень деликатный макияж, но при этом скорректировать нюансы, просто затемнить и выцветлить определенные зоны, этого недостаточно. Как правило, получается вот такой вот грязный нос. Согласитесь, это не очень красиво, и сейчас можно достаточно часто встретить девушек вот с такими грязными носами. Ну, это такой профессиональный термин, когда макияж очень заметен и как раз выглядит как будто бы грязноватый. Так вот, нам нужно адаптировать эту технику для жизни, чтобы получить как раз очень хороший результат. И нас бывают абсолютно разные. Конечно, кому-то нужно затемнить здесь, кому-то здесь. Так вот, моделирование или коррекция носа выполняется не только с помощью затемнения. Есть еще моделирование, которое называется моделирование light. Light – это значит легкое. И вот легкое – это как раз не за счет того, что нужно очень активно затемнить, а просто слегка высветлить переднюю поверхность спинки носа. Но в зависимости от того, какая у вас задача, мы будем высветлять определенные зоны. Давайте я вам сейчас подробно покажу. Начнем с классики. Я сейчас покажу на своем прекрасном носике. Он у меня чуть-чуть длинноватый, прям чуть-чуть, несколько миллиметров. Вот если бы так вот чуть-чуть покороче был бы, мне было бы лучше, я так думаю. Но не важно. Что выросло, то выросло. Для того, чтобы макияж был еще достаточно стойкий, я предлагаю в качестве моделирования light выбрать тени, которые будут жидкие. Не кремовые, а жидкие. Жидкие тени, они идут на водной основе. Это не значит, что они как вода. Бывают, кстати, и такие. Просто, когда вы наносите, достаточно быстро испаряется влага, и продукт, в данном случае тени, становится очень стойкий. И это практически мгновенная фиксация. Поэтому в течение дня такой вариант будет очень удобный, потому что будет хорошо держаться. Для того, чтобы скорректировать, очень важный момент. Не важно, какой у вас формы носа, но вы должны всегда стараться сделать абсолютно прямую линию. Если вы хотя бы немножко ошибетесь и сделаете где-то пошире, где-то поуже, или, не дай бог, она у вас пойдет кребая, особенно если есть такие особенности, что у вас нос немножечко искреблен, а это нормально. У нас у многих разные крылья носа, разные нозыри. Можно вот так вот посмотреть в зеркало, и вы увидите, что у вас там одна поуже, другая пошире. Поэтому можно обратить внимание, в какую сторону смотрит кончик носа. Ну и еще, если у вас есть горбинка, то обратите внимание, то сама вот эта вот часть горбинки, она тоже может быть просто от природы иметь асимметрию. Поэтому с одной стороны будет более прямая линия, с другой стороны она может быть более выразительная. И вот если так детально рассматривать нос, вы увидите, что он такой, ух, немного рельефный. Вот, у кого прямой нос, ну, у счастливые женщины. Итак, значит, как мы это делаем? Коррекцию. То есть вы сделали полностью макияж, и вот в конце добавляете немножко жидкие тени для того, чтобы выровнять вот эту спинку носа. Наносите на руку светлые, не обязательно белые. Белые могут быть некрасивые. Это могут быть бежевые, бежево-розовые, бежево-золотистые. Желательно, чтобы цвет все-таки был больше как нейтральный, чтобы не было с неоновым оттенком или ярко-розовый, иначе будет привлекать внимание вот эта вот розовая или неоновая полоса. Затем набираем пальчиком и ставим вот так вот по центру точку. А потом другим пальцем, где у вас нету этих теней, вы делаете вот эту вот линию. И старайтесь ее выровнять так, чтобы она была абсолютно ровная. Ни в коем случае здесь нельзя делать таким образом, что вы тут у вас линия поуже, здесь она пошире, потом уже поуже. Тогда у вас нос будет еще более такой фигурный. Не нужно. Дальше. Если нос длинноват, то тогда эта полоска, которая абсолютно ровная, приблизительно по размеру 3-2-3 миллиметра. Но 3 оптимальная. Если у вас нос длинноват, например, как у меня, то старайтесь эту линию делать только по центру. Не уводите ее до самого кончика. Иначе вы таким образом увеличите вертикаль. То же самое зона между бровей. Если вы будете эту линию выводить очень высоко, то у вас нос станет просто в два раза длиннее. Я вам сейчас это покажу. И вот эта вот сейчас мода на блестящий кончик носа, она, честно говоря, на мой взгляд просто отвратительная. Это так некрасиво. Это такие вот пятачки. Кому нравится, напишите. Напишите, кому не нравится. Мне лично не нравится, потому что вот эта часть носа, она же в центре, еще и блестящая. Таким образом, если еще неправильно сделать этот пятачок, он становится настолько активный, что получается такой, знаете, как бы натертый полированный нос. Как обычно бывают памятники бронзовые, когда подходят люди там за коленочку у какого-нибудь актера, очень активно трут, и в итоге коленка блестящая. Вот здесь есть ощущение тоже вот такого пятачка. Поэтому смотрится, как правило, не очень красиво. Если это фотография, это одно. Мы же говорим с вами про жизнь, поэтому здесь вот важно замечать такие нюансы. Знакомьтесь, это крем-сыворотка «Жак Скин». Это сыворотка, которая дает как раз эффект мгновенный. И в то же время, вот через месяц, вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. Вот этот эффект лифтинга, который мы все ждем, он становится очень даже ощутимый. Сыворотка состоит из трех компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый – это U-Active PC, это трипептид. Его в составе сыворотки 5%. Ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать ее более эластичной. Молекула U-Active самая маленькая из всех похожих ингредиентов, поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали ее к средней полосе, климату, количеству солнца. И кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ – это второй компонент, это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Мы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент – это U-Ferment, это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи. Естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать, через 2-3 дня вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи, цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем, усиливается тургор кожи, подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому, как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я и говорила, очень важный момент, чтобы сохраниться на длительное время. Затем, если вы сделаете очень длинный, например, вот такую вот полосочку аж до сих пор между бровями, то тогда, посмотрите, видите, эта линия, она очень заметная. А если к этому, как обычно еще делают, затемнить с помощью тени и скульптора, и сделать то же самое вот таким вот образом, насмотрелись, например, на Джей Ло, а у нее совсем другой носик. Например, у меня не такой. И в итоге, видите, вот эта полоска, а если еще сделана неправильно, а неправильно, например, мы здесь сделали тоненькую полоску, а моделировать стали, чуть-чуть отступили там на миллиметр. И в конце концов, вот он и получается. Нос, если до этого он был не такой заметный, то с неправильной коррекцией он может стать значительно шире. Я специально сделала сейчас достаточно ярко, для того, чтобы вы посмотрели именно то, что не совсем ровная линия, не совсем правильная коррекция визуально привлекает внимание к носу еще больше. Мы же хотели скорректировать и сделать его меньше, а в итоге больше. Еще очень круто увеличивает нос, может быть, вы об этом просто не думали. Но брови, когда они очень широкие, очень тяжелые, прямые, и когда брови очень активно прорисованы вот в этой зоне, то есть они как будто бы немножко съезжаются к центру лица, и здесь вырисовывается, за счет вот этой яркой линии бровей, вот такой вот прямой угол. И вот этот прямой угол, он делает межбровное пространство более активным и, соответственно, увеличивает вертикаль. Понимаете? Дальше, что еще увеличивает нос? Неправильно увеличены губы. Если губы сделать более яркие и чуть-чуть побольше, вот сюда, то пропадает пространство между верхним контуром губы и кончиком носа. Оно как съедается, его мало. И в итоге получается, что нос становится еще больше. Если вы при этом любите делать макияж глаз так а-ля натурель, там какую-то тоненькую стрелочку или еще сделали, например, там лисий глазки, то смотрите, что получается. А получается, что глаза становятся очень узкие, нос при этом становится в два раза больше. Вот таким образом мы по такими действиями делаем себе хуже, и нос увеличивается. То же самое будет, если нос, например, расширен треугольником вниз. Треугольник вниз, это вот узкая переносится, а сюда он идет шире. Потом есть нос треугольником вверх. Вот эта часть узенькая, а вот здесь вот она расширяется. Вот у кого такой нос, если посмотреть старые фотографии Бритни Спирс, у нее как раз правильная была коллекция ее носа. То есть вот эта часть переносится широкая, и если вы здесь сужаете, то тогда лицо выглядит более гармоничным. Но опять же, это что касается затемнения. Но зачем нам темнить-то? Я же говорю, у нее получается грязно, это некрасиво. Давайте я вам покажу все-таки такие важные моменты, которые сделают практически любой нос аккуратный, красивый. Итак, первое. Сейчас специально сделаю здесь немножечко красноту, для того, чтобы вам показать. Смотрите, какой важный момент. Когда мы неправильно используем тональный крем, что значит неправильно? Ну, часто же бывает, что нос красноват, да? Тут сосуды, может быть, розация, еще что-нибудь. И в итоге, когда тон кожи именно в центральной части неровный, есть какие-то элементы, такие пятнышки, то это еще больше увеличивает нос. Вот я что сделала? Я просто показала, что вот здесь вот есть краснота. И видите, вот эта краснота, она в данном случае выступает как бы таким еще более ярким контуром и по масштабу делает лицо, точнее нос шире. Соответственно, очень важно, когда мы хотим сделать нос визуально меньше, первое, что необходимо, это взять тональный крем. Сейчас у меня такой вот, 8 пептидов, ну, тот, который вы используете обычно, и наносим его более тщательно на нос, для того, чтобы вот эти все элементы, крылья носа, носогубные складки, какие-то цветовые нюансы, все это скрыть. Таким образом, получается, когда мы выравниваем нос по цвету, у нас он как будто бы уходит в общий тон кожи, и вот эти естественные тени, например, ярко выраженные крылья носа, могут давать вот тут вот теневую зону. Мы таким образом вот эти тени все стираем, и у нас нос уже, грубо говоря, как бы растворяется на лице, за счет чего он смотрится меньше, потому что он не привлекает внимания никакими своими особыми приметами. Затем, желательно, чтобы нос не блестел с одной стороны, то есть мы используем пудру, которая создает эффект матовости. Мы таким образом убираем лишние блики на носу, и он тогда не становится заметным. Взяли кисточкой и чуть-чуть припудрили. Убираем здесь блики. Но это не все. А теперь мы блики рисуем. И рисуем как раз опять же вот этими тенями, которые будут бликовать именно в том месте, где мне надо. Это важно. Значит, чтобы получилось аккуратно, я советую в некоторых случаях приобрести, может быть, отдельную кисточку, которая как раз вам поможет сделать вот такой вот ровненький. Советую взять кисточку, которая сделает как раз вот эту ювелирную работу. Тоненькую ровную полосочку. На матовом носу я беру вот такую тоненькую кисточку и рисую полосочку. Аккуратно, но при этом достаточно быстро нанесла. Пальчиком растушевала. Значит, делаю только по центру для того, чтобы у меня как раз вот эта часть нотца, которая самая длинная, она не бликовала, а была матовая. А вот здесь вот у меня есть блик. Это может подчеркнуть горбинку. Но при этом, опять же, у кого горбинка? Горбинку очень сложно изменить, скорректировать. Если это фотография, там вообще все можно сделать в фотошопе. А если это в жизни, ну вот прям спрятать горбинку не получится. Как можно сделать? Вы берете это средство, жидкие тени перламутровые, и вот у вас горбинка. Вы наносите блик немножечко под горбинкой и над горбинкой. Что это дает? Это дает как раз вот в этой глубине между горбинкой сверху и снизу блик. Блик что дает? Эффект увеличения. Соответственно, вы как будто бы делаете горбинку менее заметной. А непосредственно самую выступающую часть горбинки нужно сделать матовой. Ни в коем случае не темной, потому что темная на самой выступающей части носа, она будет еще заметнее. Вы таким образом прямо горбинку нарисуете. Не нужно этого делать. Если здесь не будет блика на выступающей части, а рядышком будет этого, достаточно. По-другому вы не измените, не делайте только грязные носы. Следующий важный момент, опять же, это брови. Так вот, если у вас брови не будут вот здесь соединяться, вы не будете делать тяжелые мужские брови, то тогда вы не подчеркнете нос. То есть, когда брови вот здесь вот очень активные, в том плане, что они здесь и широкие, и графичные углы, и близко между собой начало бровей, то вы таким образом еще больше делаете и хмурной вид, и соответственно увеличиваются вот эти вот вертикальные линии, которые сами по себе, посмотрите, что они делают, они как будто бы увеличивают эту вертикаль. Поэтому нам нужно максимально вот эту зону сделать легкой. Поэтому стараемся здесь брови как будто бы даже чуть-чуть раздвинуть. Но раздвинуть это не имеет, не значит, что вы должны здесь выщипать. Нет, это старайтесь просто не делать. Самый такой активный фокус в бровях по цвету, именно начало лучше перевести фокус внимания на пик брови и на хвостики. Таким образом вы как будто бы освобождаете и делаете легче вот эту центральную часть. Другой очень важный момент – это глаза. Если вы хотите сделать эту форму меньше, не важно, длинные у носа, ну или широкие, картошка, не картошка, морковка, все, что хотите, самое главное – переключить фокус внимания с этой зоны на другие зоны. Поэтому, когда вы увеличиваете глаза, и вот здесь нужно прям реально постараться сделать макияж глаз так, чтобы у вас эта форма по сравнению с формой носа не смотрелась слишком маленькой, узенькой. Почему как раз очень многие и прибегают вот к этой коррекции, да, затемнения, потому что хотят его сузить. Так вот, чтобы форма вот эта стала меньше, надо, чтобы соседняя форма, в данном случае глаза, стали больше. Таким образом мы уменьшаем контраст между этой формой и этой формой. Как только вы глаза увеличили, это что можно сделать? Это накрасить активно ресницы и подкрутить верхние и нижние. Увеличить по вертикали и по горизонтали. Ну, то есть все возможные варианты увеличения глаз здесь будут нам в помощь, потому что таким образом мы сразу компенсируем за счет, посмотрите, если глаза я прокрасила и ресницы вот у меня где, ну, как бы, находится, да, самый нижний край ресниц, уже накрашенные, то у меня вот эта вот вертикаль, она сокращается, соответственно, нот будет смотреться короче. Как только, обратите внимание, глаза будут более узкие, вы видите, то тогда вот эта форма, она увеличивается, потому что расстояние от ресниц до кончика носа становится больше. Поэтому вот когда глаза слишком заужат или очень далеко, как бы, ну, высоко корректируют, то нос чаще становится больше. Затем, я знаю, что не все используют или любят консилеры для глаз. Очень часто бывает, что, что у нас вот здесь идет вена или достаточно темные синяки под глазами. Так вот, когда здесь идет венка и вот эта часть затемнения, то затемнена, то тогда, получается, мы здесь сужаем нос, и он вот здесь может казаться шире. Соответственно, чтобы вот эту часть сделать уже, нужно вот это место расширить. Соответственно, нанести сюда консилер качественно, нужно для того, чтобы убрать вот эту теневую зону. Еще важный момент – это губы. Я уже говорила, но еще раз повторюсь. Здесь нужна золотая середина. Чем больше губы, тем больше нос. Здесь работает иллюзия, знаете, какая? Она называется иллюзия уподобления. Это когда две формы, если между собой, они не имеют сильных различий, они как будто бы уподобляются друг другу. Поэтому, если у вас здесь большая форма, вы добавляете еще одну такую же форму, эти две формы становятся главной, большей на лице. Поэтому требуется, как правило, опять же, коррекция носа. Так можно как раз корректировать нос, только благодаря тому, что мы немножечко раздвинули вот эту часть, раз, потом увеличили глаза, два, сделали среднего размера губы, чтобы не сокращать вот это вот, не воровать, я бы даже сказала, вот это вот расстояние. Мы высветляем крылья носа и основание вот эту часть, чтобы вот эта зона не давала тут тень. И если уж надо, например, там, если нос длинноват, можно чуть-чуть вот этот кончик, капельку затемнить тенями темными или, например, румянами. И вы чуть-чуть, буквально вот так вот дотронулись до кончика носа, сделали тут небольшую тень, аккуратненько убрали. Все, этого достаточно. То есть чуть-чуть. Вот эта вот микродоза, она сделает очень хороший результат. Поэтому, когда мы делаем коррекцию носа, очень важно работать в комплексе. Если у вас носик, например, вздернутый, опять же, при вздернутом носике, если вы будете вот здесь вот, вот этот вот кончик носа делать блестящим, то это привлечет внимание к тому, что он вздерненький. Лучше уж, если высветлять, то не вот эту часть, а наоборот, вот здесь, как ни странно, нижнюю, чтобы как будто бы увеличить немножечко вертикаль. В этом случае, как раз, когда нос коротковатый и вздернутый, можно немножечко воспользоваться тенями и вот эту зону чуть-чуть подтемнить именно тенями, чтобы как раз создать вот эту иллюзию вертикали. Вертикаль имеется в виду, что если вот эта зона будет немножечко чуть-чуть поближе, видите, мы как бы формируем вот эту линию. И как раз, когда нос курносенький, то, чтобы сделать его длиннее, вы не в эту сторону его увеличиваете, а наоборот, делаете линию вот здесь. Таким образом, вы как будто бы удлиняете короткий курносый носик. Но на самом деле, я считаю, что это красиво, почему его нужно удлинять. Что касается такого мясистого носика с картошкой, все, что я до этого говорила, все подходит. Поэтому у кого нос достаточно мясистый, что это имеется в виду? Это когда крылья носа, вот эта зона, она такая, ну как бы толстенькая, плотненькая. И хорошо, ярко выражены вот такие вот крылья носа. То же самое здесь самое главное, это увеличить глаза, раз, правильно сделать брови, как я сказала, два. И как раз, возможно, вы можете взять дополнительно консилер, хайлайтер и вот эту вот зону под крыльями носа, которые, видите, тень дают, вот, раз, и появилась тень. Вот ее постараться очень хорошо, вот так вот высветлить. И тогда получится, что мы вот это вот очертание носа как будто бы стираем, стираем. И у нас тогда он может казаться более стройненький, более узкий. Потом прорисовали белую полоску, абсолютно ровную, не надо ничего фигурного. И у вас тогда нос под эту полосочку, он как будто бы раз, и подстывается. Но если уж очень хочется вам затемнить, то советую тогда вот такой вариант. Берем карандаш для глаз коричневый или лучше для бровей. В данном случае у меня Make Up For Ever универсальный карандаш, им можно и брови делать, и глаза, и губы. И в данном случае я сделаю коррекцию носа. Вы нанесли немножко тона, ключевой немножко, а затем начинайте карандашом как раз моделировать. Почему карандашом? Карандаш, он как-то получше держится на лице, будет более стойкий вариант, нежели если это будут, например, там тени, или бронзер, или пудра-скульптор. Просто пудровые текстуры тоже, особенно в жаркий период, могут очень быстренько растаять. Что мы делаем? Мы берем как раз и ту часть носа, которую хочется сделать поуже, мы затемняем. Что самое интересное? Вот мне кажется, кончик носа мне как раз не помешает. Тут, когда вы затемняете, у вас должны быть как раз достаточно такие активные полосочки. То есть стараемся сильно не растушевывать. Но вот здесь как раз такой вариант коррекции очень удобный, в том плане, что если вы сделали что-то не так, вы сможете подкорректировать, да, и добавить, например, да, что вот тут у вас немножечко вправо ушло или влево, и спокойно корректируйте, и пускай карандаш будет прямо заметный. Заметный. Что я сейчас делаю? Я наношу его на самую широкую часть моего носа. То есть вот здесь. Теперь, после того, как вы нанесли, вы берете тональный крем, который вы обычно используете, и спонжиком вот на эту именно жесткую схему наносите тональный крем. Подождите даже, чтобы у вас карандаш немножечко впитался. Так будет даже лучше, будет более стойкий результат. Теперь берем спонжик тональный, который вы используете, и наносите на вот эту вашу коррекцию. И что получается? Что тон очень хорошо подтаивает карандаш, и получается деликатная коррекция. Вот. Здесь ключевое. Не надо растушевывать очень сильно карандаш. Вам нужно реально подождать, пока он впитается, и пускай это будет схема. Тогда это получается очень деликатная коррекция. Видите, практически незаметно. А нам же для жизни так и надо. После этого вы немножечко, опять же, припудриваете для стойкого эффекта. И уже потом наносите, опять тени, которые усилят этот эффект. И вот таким образом тогда получается более-менее нормально, незаметно. Но при этом нос чуть-чуть, но сузился. Все, этого хватит для жизни. Вот такие вот рекомендации. Я надеюсь, чтобы вы полезны. Напишите, пожалуйста, пользуетесь ли вы моими советами, помогают ли они вам в жизни. Вот. Ну, что касается носа, теперь наверняка у вас есть новые знания, как можно немножечко улучшить с помощью макияжа свое прекрасное лицо. Спасибо за внимание и до новых встреч!